Видишь меня? Не переключайся! Сейчас я дам дабл вип! Ты еще здесь? Так что кликай по ссылке и узнай больше о контесте Drive4Bomb BMX! Привет, друзья! Меня зовут Дима Ястреб и сегодня, как бы это грустно ни звучало, мы едем продавать наш BMX за копейки! Почему я его продаю? Потому что у меня куча-куча всего, на следующий год я на контракт уже сюда не лечу, в Германию, и я просто не смогу эти 10 лишних 10 килограмм, я их просто не смогу увезти, мне их не будет куда положить, а за багаж платить все это очень дорого, неудобно, хотелось бы, чтобы он попал в хорошие руки, но возможно мы его сегодня не продадим, потому что, честно говоря, какой-то немец, который собрался его покупать, неделями не отвечает на сообщения, мы на сегодня с ним договорились встретиться, хрен знает где, на вокзале, ну как, относительно недалеко, должны встретиться с ним на вокзале, он должен его купить, но я не уверен, что он там будет. В общем, все, как всегда, непредсказуемо, но ничего, ничего. Что, красный, я не буду ждать. Короче, чуваки, стою, жду, никого пока не было, нет, и вот если сейчас этот поезд уезжает, то, походу, никто у меня байк не покупает. Да, походу, не приехал, но хорошо, что я его недолго ждал. Так, друзья, сейчас очень-очень-очень-очень быстро буду вам все рассказывать, сейчас должен приехать покупатель, уже второй покупатель, первый у нас оказался недобросовестный. Он не так и не купил BMX, я ему писал, он со мной не связался, но нашелся другой покупатель, он поставил ставку на eBay 250 евро за этот велосипед. Я, в принципе, согласился, говорю, забирай, у меня все равно скоро самолет, так что сейчас он должен приехать его забрать. 250 евро, конечно, для него это охеренная покупка, но мы могли бы выторговать побольше, если бы я здесь находился дольше. Так, давайте я вам расскажу, много новых ребят на канале, и многие не знают, что же это у нас вообще за байк, что это за BMX. Это у нас был проект BMX за копейки, где я показывал, как за минимум денег собрать хороший велосипед, на котором можно делать трюки. Сейчас мы его продавили практически до идеального состояния, он сейчас у нас весит около 9,5 килограмм, очень-очень-очень легкий велик. И потратили, но я не могу точную сумму сказать, которую мы на него потратили, потому что я ставил много деталей своих, каких-то старых сюда. Но изначально мы купили велосипед за 85 евро, довели его до неплохого состояния за 105 евро. Ну и, в принципе, я тут менял какие-то, опять-таки, старые свои детали ставил. В принципе, если каждый из вас постарается, поищет детали, подойдет к суммам, к этому всему, то можно такой велосипед собрать евро за 200-250, если потратить время и потратить знания. Приобрести, точнее, знания и правильно их применить. Единственный минус у нас, это задняя втулка. Она у нас на шариках, но она практически не люфтит, и на ней еще можно не один год кататься, если за ней ухаживать, и все будет нормально. Ее бы можно было заменить, но я думаю, даже следующий человек, который будет кататься на этом велосипеде, может еще долго катать и вообще об этом не палец. В общем, хороший, реально хороший велик. Покупателю повезло выхватить такой байк. И да, ребятки, кому интересен этот проект, кто не смотрел, кто из новых подписчиков не смотрел, как мы собирали этот байк, что мы с ним делали, я оставлю ссылку на плейлист здесь в описании. Если я увижу, что много людей будет переходить, интересоваться этой тематикой, то мы замутим второй сезон, где я буду заново уже в наших реалиях русскоговорящих странах собирать BMX. Опять-таки, за минимум денег я учту все свои ошибки, которые я допускал перед этим. Хотя, в принципе, рубрика получилась крутая, в принципе, там все доходчиво и понятно, но есть над чем работать. Всегда есть над чем работать. Так что, если я увижу, что вам это интересно, если будут лайки под видосом, если будут переходы по ссылочке на плейлист, то мы замутим второй сезон. Если нет, то нет, будем мутить другие проекты. Ну, а сегодня деньги, которые мы выручим, пустим, не знаю еще, я не решил, либо в мото тематику, либо опять-таки в велотематику. Ну, а сейчас давайте ждать покупателя, не знаю, позволит ли он себя снимать, но мы обязательно попробуем. Дима, я... Да? Ты подписчик? Да, да. Подписчик приехал покупать. Я тут живу, я просто не офигел тебя. Держи, теперь это твой велик. Добрый день. Оказывается, ваш сын меня смотрит. Да. Ну, я думаю, ты знаешь историю этого велика, смотрел же, это аж наш беймик за копейки. Я тут даже уверен, что не надо ничего проверять. Ну, смотри, здесь все очень классно, на самом деле, единственное, задняя втулка, она на шариках. Ну, тебе ее хватит на год, на два, просто, если хочешь вообще идеальный велик, то еще заднюю втулку меняешь, и все. Здесь передняя на промах, шатуны хорошие, педали хорошие, сидение новое практически. Рама офигенная, целая, и полностью из хрома молибдена. Ну, то есть велик реально классный. Да. Ну, и он легкий, он 9,5 килограмм всего весит. Практически топовый. Ну, как круто. Все, берем. Можно еще сфот? Конечно, можно. У меня так... В конверте деньги привез. Это у меня традиция. Все, давай, удачи тебе, катайся. Все, ребятки, ухожу пешком. На самом деле, очень рад, что Бэмикс достался подписчику, это очень классно. Он видел всю его историю, как этот велик собирался, что делалось. Я думаю, все у него будет классно, будет кататься и радоваться. В общем, друзья, вот такое вот видео с позитивным концом, как я считаю. Если понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А с вами был Дима Яструб. Удачи вам всем и пока. Субтитры сделал DimaTorzok